Здравствуйте, дорогие друзья! Несколько лет во всех видео, потому что, честно говоря, я опасался, думаю, ну, суббота, что-то происходит, ну, и шли, видели, да, закроют еще чего-то. По этому поводу я сначала скажу несколько слов. Естественно, это все касается России, то есть нас всех взяток, потому что происходит на Украине. Я не по книжкам читал, у меня в 1948-1958 год отец команды батальонного разведки, будущий замначальника Львовского организона, лазил по этим схронам и блокерам, выкурил лапту, то есть фашистских прихностей, нацистов и прочую прочую лапту. Чуть не убили два раза, несовместимую жизнь ранее получил, выжил, но 10 лет после Германии он. И то, что рассказывал мой отец и его друзья, когда собирались, отца нет в живых друзей, его тоже давно. Значит, у меня сформировало какое-то определенное отношение не к славянам, наседающим Украину, а вот тем, кто сейчас в бучу поднялся, вот эти все ребятишки, недобитые отцом и ему подобными, вот то, что мы наблюдаем сейчас на Украине. И безволие, и неспособность принять решения местных властей, и, честно говоря, и наших тоже. Так что подождем, даже не завтрашнего дня, когда будет референдум в Крыме, а 25-го, когда будут обсуждаться поправки в Конституции, видите, там лунки стоят, да? СССР, Конституции, не трогайте. Бред этот собачий, когда нужно кому-то, поправки любые вносятся, у нас и везде. Вопросы, для чего они нужны? Крым сам способен отбить любого, кто к нему полезет. Уж не там 70 тысяч разбежавшихся новобранцев украинской армии, тем более укроза. Укроза. Восточники сидят спокойно. Есть друзья старые, всем, кто знает, помнит Карася, привет, из города Луганска. Это я песню его пел, Карася, здесь дайте совет, мы этим. Он был первым, мы их зовут декабристами, и вымпели, он живет давно в Луганске, полковник разведки. Значит, ему виднее. Старый, мудрый, ему там, на 70. Ну, этот, в общем, бог с ними. Поживем, мы увидим, не надо никуда бросаться и митинговать на улице. Люк, народ, митинговать. Я думал, что концерт сегодня закроет, потому что мы смотрим, тут перекрыто, там перекрыто. Черт возьми. Спасибо, гнездо глухаря, а в администрации никто штурм не берет на ней, и никто власть не захватывает. Очевидно, потому что песни не имеют ни национальности, ни границ, ни политической ориентации. И слава тебе богу, что так оно и есть на самом деле. Значит, вот я долго думал, первый раз, потому что мне под жестким натиском нашей администрации в лице Ольги Игорева, я вот долго упирался, потому что, не знаю, это уже нет, последний. Ну, говорит, ну, если считаешь, что раз в 8 лет устраивает тебя в адреский вечер, это очень часто, так ты тогда не надо. Я вот подумал, действительно, чего это я. Тоже в дни тяду глухаря 8 лет назад происходило. Ладно, чтобы время терять, я скажу, что я так концепцию 10 раз менял, вот надо начать про это, надо начать про это. И получилось так, что как-то мне показали, сколько я песен написал, мне укладываются и два концерта, один Амганистан. И что было просто? Ну, никак. До сегодня даже два отделения не уложатся. А вот что дальше будет, я не знаю. Сейчас посмотрим, что будет сегодня со мной. Ну, поглядим. Значит, тем не менее, начать я хочу с двух песен, которые, между которыми весь Афганистан, мой и моих товарищей здесь сидят. Даже Юрий Иванович, вижу, пришел. Иваныч, привет, дорогой. Тут все боятся, что не придешь, там, как всегда, что-нибудь случится, такое непредвиденное. Вот. И весь афганский цикл песен укладывается именно в две. Самую первую, которую я написал, в Афганистане. Я спою так, нарушая хронологию. И самую последнюю, которую я написал, ну, буквально в прошлом году. Ну, а посредине все я потом спою. Все, что было посредине, там, между этими двумя. Первая песня, опять-таки, имея так, отношение к Западной Украине, к моему отцу, к фронтовому разведчику, он был тогда майором ГРУ, значит, и вот занимался борьбой с национализмом и прочее. Я уже говорил, написана она для его и боевых друзей. В 75-м году эта песня была. Батальонная разведка. Почему я написал? Мне очень нравится фильм «Щит и меч». И песню, помню, там прожектор шарит, осторожно по пригорку. И я ни мелонию, ни эту не могу взять, но петь мне жутко нравилось. И вот эта такая вот песня, батальонная разведка, именно там родилась. И она как-то разошлась, наверное, чего-то хорошее я сделал. Разошлась, когда я в Афганистане был. Потом я много раз слышал, как мне по телефону поют, значит, прям из-под арбана, там, дизайнник у них. В Чечне уже. И это хорошо, это здорово. Но песня все-таки, считалось, что она афганская, но честь и совесть, надо сказать, она нет. Но, очевидно, у войны одно и то же лицо всегда и всюду. И неважно, какая она, хотя со мной многие пытались спорить. Война – это процесс, где одни люди убивают других людей. Это всегда убийство, всегда смерть. Если ты не умеешь убивать, ты не солдат. Лучше не ходи, лучше вот иди и на скрипке играй куда-нибудь. Вот, учись им, будешь по миру ездить. Вот так вот, всегда. И не мы это придумываем, народу не воюют друг с другом. Вы же знаете, что делитесь с соседом. Только по пьянке можно морду рук набить. Но же потом завтра мы померимся, и опять вон влевшими друзьями. А это вот политические игрища, которые под именем, под названием «Интернационализм» у себя в Янце нахлебались вот так. За рубежами нашей Родины. Но это была последняя зарубежная война. Сейчас, но не важно. Она не веселая, как там принято считать. Эта песня может так кажется, но на самом деле нет. Поют ее на разные лады везде. Я тут послушаю, как ее поют в Зарайске. На земле моих предков мне стало обидно за себя, стыдно, и за тех, кто исполняет. На 14 февраля опять я с дуру пошел, только расстроился. А на войне, как на войне, а нам труднее там вдвойне. Едва взойдет над соснами рассвет, мы не прощаемся ни с кем. Чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Мы не прощаемся ни с кем, чужие слезы нам зачем? Уходим в ночь, уходим в дождь, уходим в снег. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка в медсанбате, не тревожься, Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. Ты, сестричка в медсанбате, не тревожься, Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой. А если так случится вдруг, тебя навек покинет друг, Не отсуждай его, война тому виной. Тебе наш родный старшина отдаст медали ордена, В разведке, заработанные мной. Тебе наш родный старшина отдаст медали ордена, В разведке, заработанные мной. Батальонная разведка, мы без дел скучаем редко. Что ни день, то снова поиск, снова бой. Ты, сестричка в медсанбате, не тревожься, Бога ради. Мы до свадьбы доживем еще с тобой Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься Бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой Когда закончится война, мы все наденем ордена Гульбою сядемся за дружеским столом И помним тех, кто не дожил, кто не допел, не долюбил Чашу полной товарищем нальем И мы припомним, как бывало, ночь шагали без привала Рвали проволоку, брали языка Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу И последнюю щепотку тавака Как ходили мы в атаку, как делили с другом флягу И последнюю щепотку тавака Батальонная разведка Мы без дел скучали редко Что ни день, то снова поиск, снова бой Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься Бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой Ты, сестричка, в медсанбате, не тревожься Бога ради Мы до свадьбы доживем еще с тобой Аплодисменты Аплодисменты Вторую щепотку, новую совсем Вот действительно, когда Ну все агентцы знают, ветераны Сначала-то были, да, и тревожные там, в понимании И убиты, говорили, эй Но память устроена человеку таким образом Что горе много не выносит Автоматически, иначе умрешь Автоматически скрывают какие-то там Работают какие-то там пограничные зоны И постепенно это забывается Но не все Для меня в Афганистане Вот горы, где мы с друзьями Там и многие из вас тоже, в Залканске, воевали А вот иногда теперь, много лет спустя Смотришь на все на это по-другому На причины войны, на то, что мы там делали Что они так сделали, почему вышли Начинаешь понимать, ну вот горы, они вечные Они вот там стоят И мы со всей своей вознёй в Афганистане Вот совершенно горы Вообще у нас не видно, что мы там делаем Ни нас, ни дух, ничего Вот нас там нет, а горы как стоят, так стоят Очень красивые горы Вот это называется горы в белом снегу Я почти позабыл И бои, и походы Только вот от чего-то забыть не могу Как стоят подпирая небесные своды Горы в белом снегу Мы карабкались вверх, как на исповедь Поведи к Богу И прощая грехов Ни себе, ни врагу И глядели на нас Молчаливо и строго Горы в белом снегу Горы в белом снегу Горы в белом снегу Этот снег, что веками Лежит на вершинах Где нет рог не сыскать Проезжих дорог Недоступен ни танкам Ни бронемашинам Только стертым подошвам Солдатских сапог Недоступен ни танкам Ни бронемашинам Только стертым подошвам Солдатских сапог А потом загорелись огнем перевалы И от срывов трещала броня летников И в жестоких боях нам земли не хватало В этом море огня и холодных снегов И в жестоких боях нам земли не хватало В этом море огня и холодных снегов Я потом побродил по морям и по сушам И в другой стороне на чужом берегу вспоминал почему-то Хребты Гендукуша, горы в белом снегу Вспоминал почему-то Хребты Гендукуша, горы в белом снегу Горы в море небес, как великое чудо Как-то впереди волна замерла на бегу И покуда я жив, никогда не забуду Горы в белом снегу, горы в белом снегу И покуда я жив, никогда не забуду Эти горы в снегу, эти горы в снегу А начиналось дело так Спецподразделение Сейчас он называется «Выпил» Тогда он никак не назывался А операция называлась «Каскад» Массовые силовые операции в Афганистане Диверсионно разведенные под названием «Каскад» Исполняли вот мы с нашими ребятами Мы в четвертом «Каскаде» Вот мои товарищи по четвертому «Каскаду» Последний, самый мощный «Каскад», который год там пробыл в Афганистане И эта песня, во-первых, ну как все в общем начиналось Хотя до этого я должен, мне кажется, исполнить песню Но я потом исполню, поймете Как мы туда собирались, для чего мы туда ехали Эта песня написана доблестным офицером ВВС Он здесь сегодня присутствует Называть его не будем Полностью шифровать, потому что, наверное, он этого не хочет Там из «Дряси» это улыбается Юрий Иванович, его тоже называть не будем Но песнями тоже есть дальше будет И это писали мы на точке в городе Файзабаде Бадахшан Сейчас крупнейший в мире центр Выпермой торговли И оттуда все идет куда-то А мы этого старались не допустить Пока там стояли Пытались с этим бороться А как только мы шли, так вот теперь этот город И у тебя Бадахшанская долина процветает Маковая долина, там опел, чего угодно Но это уже не мы Это вопрос к пиндосам, почему они К американцам, почему они все там развели Они всегда не появятся, все, наркотики Что в Китае, что в Вьетнаме, что в Тайланте Первым делом транспортное сообщение И генералы там, и сержанты гонят наркотики этих регионов Даже за Фиопию мудрялись гонять туда Но это их не дело Лучше бы их принакрыть там всех сразу Вместе с пиндосами, потому что трафик идет через север Вот через все границы на Санкт-Петербурге Потом же, ну, оперативники знают, что это дело Куда и откуда идут наркотики Обидно, что зря мы там простояли И мало этих наркотиков на кредеру Не важно Ну, команда называлась Операция называлась «Каскад» На всех, соответственно Очень секретно, как мы все знали, что это каскадеры Это давало право летать куда надо На любой авиации, на любой самолет На выгодный вертолет То есть каскад, все привезли Правда, командующий ВДВ В том время Сухоруков Когда мы с отцом к ним пришли Попросили, чтобы наших ребят не мучили Там, где сами Потолы, прыжки обязательные Чтобы прыгать Он начал кричать, ногами топать А они фронтовые друзья с моим отцом были И эти каскадеры спаили мне всех десантников Такие десантки у нас были Больше них не было, десантников там никаких И кто кого спаил На войне, ну, чтобы не пить Такого не бывает, ребят Это все лучше, чем наркотики курить С ума сойдешь или сдохнешь От болезни какой-то неизвестной Поэтому, естественно, пили Но об этом позднее Там письмо по швертолечку будет Там все сказано Вот такая песня Одна из первых Удивление вызывал не только природа Но и то, что мы там Неожиданно появились Эх, куда же ты попал, каскадер Что ни шаг здесь, то дувал, то забор За дувалами ханум и дух тар А над крышами солярный югар За дувалами ханум и дух тар А над крышами солярный югар И шаги орут с утра до темна Им с мечетью подвывает молот И слоняются весь день рфики Товарищи от базара и до кокчей реки И слоняются весь день рфики От базара и до кокчей реки Здесь, не ведая тревог и забот В чайхане чай гоняет народ Обсуждает целый день, что почем А душманы вроде им ни почем Обсуждает целый день, что почем А душманы вроде им ни почем А эти что, за чучелов паранже? Двух валов гоняет вдоль помеже Ах, эта женщина афганская мисс Обрабатывает землю под рис А эта женщина афганская мисс Обрабатывает землю под рис А у дуганщика босмаческий вид Ободрать тебя любой не норовит Дать бы в лоб ему, да только нельзя Потому как революция Дать бы в лоб ему, да только нельзя Потому как революция Ох, слава богу, БТР, нет Автоматы заживели давно Про войну мы видим только в кино А из центра за приказом приказ Не пускать на операции нас Но слава богу, БТР на ходу До Майдана как-нибудь доведу Не будьте с Майданом, это аэропорт Вертолетчики, ребята свои Не дадут загнуться мне от тоски Вертолетчики, ребята свои Не дадут загнуться мне от тоски Ох, куда же ты попал, каскадер? Что ни шаг здесь, то дувал, то забор За дувалами ходу и дух-та А над крышами солярный угар Аплодисменты 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 Это песня по 860-й Наш замечательный героический полк Который был и карбинецом, и другом, и братом И прикрывать должен был нас случай Если на нас нападут Мы за 10 километров в них стояли Но командир был бестолковый И не боюсь признать фамилию А ракуня Который отказался нас В случае чего эвакуировать И только вертолетчики С нашими друзьями сказали Регата, не бойтесь Поднимаем эскадрилью Улицу делаем носами Вас вытаскиваем Вас за ними и все это Пусть как хотят Это был, называется План обороны виллы На случай атаки А армия Но тем не менее По-героически почему? Потому что Как тяжело он выходил И как сражался в горах У меня это только мы А так вообще-то Ну я так можно Можно об этом Прочитать Значит И перевалы И колонны водил Второй батальон Такой Почти двухметрового роста Комбат майор Слава Масловский вызывали Альбинос Он сам белый как снег Вот Пылью запорошенный Один глаз голубой Другой карий И позывной У меня был восход Прикрывали На вертолетчике А колонны Страшное дело На этих колоннах До 30% Личного состава В районе техники Гибли в засадах И на минных полях Ну вот Это вот Песня О колонне Будет отдельная песня А эта песня О тех Кто прикрывал колонну Одна из первых Поэтому Не обессудьте Там некогда было Придумать мелодию Чего-то нового Изобретать Одна из любимейших Песен Любимейшот Поэт Высоцкого И на тот же мотив Только и на другой Нескоперы Хотя в городе Здесь вам не равнина Здесь климат иной Здесь горы вершины И солнечный сной И медленно По серпантину Колонна ползет Опять засада А ну держись Дешевле копейки Стоит жизнь И только случай решает Кому повезет Опять засада А ну держись Дешевле копейки Стоит жизнь И только случай Решает Кому повезет Будет под пулями броня Пытается смерть Нет Вот ты сбил Ставь Виноват Я пропустила Как помолвая А нет Нет Все правильно Будет под пулями броня Пытается смерть Достать тебя Ты ей не раз Не два глаза Оглядел Но сквозь Пороховой туман Вышишь кроловой Тошмары Землю пробили Десятки огенных стрел Но сквозь Пороховой туман Ты слышишь Гром Его и душман Землю пробили Десятки огенных стрел Над нами Знакомый 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 Рокот В уши бьет Над нами Боевой вертолет А мы теперь посмотрим Что возьмем За дружеским столом Дружеским столом И выпей мне раз За дружеским столом С тобой за тех Кто не дожил Кто не допил Не долюбил И потому Не забудем Мы о ком Здесь на войне Как на войне Здесь дружба Станется в двойне А потому За дружбу Второй стакан За нас с тобой За добротной За этот день За этот бой И даже черт с ним За этот Афганистан За нас с тобой За дом родной За этот день За этот бой И даже черт с ним За этот Афганистан Аплодисменты Саратовская Лирическая Ну и интервенал И даже Собережание Другой Краю Незнакомо Далеко От дома Цепляя Заставы Плывут Облака И то Четверками Гранитные Камни Здесь Мутными Водами Копч Река И то Четверками Гранитные Камни Здесь Мутными Водами Копч Река Водами Копч Ли Водами Бем четвертый каскад с койками рядом стоят автоматы смотрят на горы столы бдр ты редко мне пишешь твой голос все тише а письма так долго идут в ссср ты редко мне пишешь твой голос все тише а письма так долго идут в ссср здесь радио нету редкие газеты транспорт единственный здесь вертолет а ночью ракеты и трассеры где-то терзают отчасти чужой небосвод а ночью ракеты и трассеры где-то терзают отчасти чужой небосвод есть ветры с джангара на склонах отары на озеро шиво придет карава здесь рвутся снаряды летают гранаты и тянет с дуга в гашишный дурман Здесь рвутся снаряды, летают гранаты И тянет с дуканом гашишный дурман Вспомним, ребята, как жили когда-то Под лампочки тузовый слепой огонён Как жили на Вильне, как в горы ходили, Где нас прикрывал миномёт поселёк Как жили на Вильне, как в горы ходили, Где нас прикрывал миномёт поселёк И, может, когда-то, пускай без награды Домой мы вернёмся к подругам своим И встретимся снова у дома второго А может быть, у проходной дурни Кто нам предскажет, когда нам прикажут Опять собираться в чужую страну И парни с каскада возьмут автоматы И мир, защищая, уйдут на войну И парни с каскада возьмут автоматы И мир, защищая, уйдут на войну АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Перевал Полное название Курону Омунжон Вот такое название Перевал Почти на границе с Катистаном Далеко Он ценность особую не представлял Но рядом с этим перевалом Шохрон Омунжон Был такой Там шахты лазуритовые Лазурита, это камушек Вот тут А, вижу, вот Да-да-да, вот он, вот он самый Лазурит, чисто лазурита стоил Да Три тысячи долларов в килограмм Там добывали под присмотром французских советников На горячках с лазками, как у нас на революции Добывали местные, там, практически пленные Или взятые в рабство, там, эти граждане Жители Афганистана Вывозили Тащили в Пакистан Продавали Покупали оружие И снабжали этим оружием банды на территории Афганистана Это была важная задача Поставленная командами 40-го армии Пресечь все это дело И действительно пресекли Значит, этой операции Это май Конец май Июль 82-го года Десантура Погнала Испарчевскому усилию туда Всех в сторону Пакистана И стали ходить до перевала На перевале Этому стоял Вот Такой профессиональный Душеванский отряд Под командой Полковник Голдот Подполковник Голдот Который По слухам Проходил обучение В одной нашей Кадемии Давно-давно Было Теперь Команда Владетами Формулу Полевую Бандосфера Но Выше Бандесантура Взяли Долго там стояли Лазуритом Которые там добыли Замостили В 860-м полку Четыре Площадку Перед штабом И каждый день Офицеры Солдаты То пепельницы То еще Драгоценниками 3000 долларов Килограмм Ну а тут Пожалуйста Вот Не буду называть Ну ладно Были Замечательные идеи Вообще Один из наших Офицеров Написал Записку ЦК Предлагать им Лазуритом Облицевать Одну из новых Станций Московского Метро Хорошая идея Замечательная была Но там вверху Решили Что не надо Поэтому через месяца Полтора Приехал проверяющий По вооружению Станково А это шо я сказал Такой Собрал все Четыре мешка И увез куда-то там Станково Неравновертно Ну Лазурит когда нам нужен был У нас всегда был Потому что Мумию Сколько хочешь Мумию Лазурит разослужит в экран Значит Вот я не знаю Какой раз спеть Сначала Веселую Песню споем Это о том Как все происходило Там Она Эээ Ну Неважно Там все сказано Там все в рыбе Дыра Много гор Нет я вспомню Только может начало Ну ладно Начало Веселую Дыра Много гор И Высоких перевалов Среди них Карамунжон Возрита там навалом А еще Басмачи Нам их надо выбивать Басмачи А у меня Ваши Много гор А еще Басмачи Нам их надо выбивать Басмачи Аваган Вашу Мать Там душманский отряд Под командой Голдона У них говорят ДЖК и минометы Только нам Парванист Нам на это наплевать ДЖК Аваган Вашу Мать Только нам Парванист Нам на это наплевать ДЖК Аваган Вашу Мать Вот ракета пошла Начинаем Мы работу Лезем Прямо с борта Под огонь их Пулеметов Вот теперь Поглядим Кто умеет воевать Перевал Твою Аваган Вот теперь Поглядим Кто умеет воевать Перевал Твою Аваган У нас рассвет Застает Запыленных И уставших Водка Нас Не берет Так что молча пьем Запавших Но зато Лазурита Пакистану не видать Пакистан твою Авагана Мать Но зато Лазурита Пакистану не видать Пакистан твою Авагана Мать И вернувшись Домой Чтоб не все Было забыто Мы захватим Собой По кусочку Лазурита Чтоб и вспомнив Как было С усмешкой мог сказать «Лазурит твою Авагана Но мы вспомним, как было, С смешкой мог сказать Эх, лазурит твое, Уган-Румат. Не знаю, там три раза был. Первый раз был долгий год, Второй там по месяцу, На выводе, 88-89 год, там уже как по-другому начало на это смочь, Не так весьма все это кажется. Называется он «Перевал Коромунжон». Коромунжон мылаз, или «Корона» просто. Перевал Коромунжон, нищий на карте мира, На двухсотке он пунктиром тонким, да. Только птицам виден он, Что уходит легкокрыло, Зимовать на сопредельный Пакистан. Только птицам виден он, Что уходит легкокрыло, Зимовать на сопредельный Пакистан. Перевал Коромунжон, Лазуритовые шахты, Караванная тропа по летнику. Здесь стоят со всех сторон Горы древние на вахте, Безучастные и к другу, И к врагу. Здесь стоят со всех сторон Горы древние на вахте, Безучастные и к другу, и к врагу. Перевал Коромунжон, Здесь веками тихо-тихо, Облака катились по морю небес Здесь мы лезли на рожон И рассерженно и дико Эхо вторило раскатом АКС Здесь мы лезли на рожон И рассерженно и дико Эхо вторило раскатом АКС Говорят, познай себя Мы познали много больше Оценивая заново свою Что судьбы бывает нить Самой тонкой нити тоньше И что счастье добывается в бою Что судьбы бывает нить Самой тонкой нити тоньше И что счастье добывается в бою Были звания, ордена Были звезды на погорных Но этим не забудется Афган Сколько там осталось нас На камнях Карамунжонас Столько в памяти невылеченных ран Сколько там осталось нас На камнях Карамунжонас Столько в памяти невылеченных ран Перевал Карамунжон Перевал Карамунжон Нищий на горке мира На двухсотке он пунктиром Тонким дан Только птицам виден он Что уходит легкокрыло Зимовать на запредельный Пакистан Только птицам виден он Что уходит легкокрыло Зимовать на запредельный Пакистан Сколько во времени? 20 минут еще Это здорово, когда не вспоминаешь Все это делать Лучше получается Это письма Письма из Афганистана Их несколько было написано Там 1, 2, 3 Опять же написаны все моменты наше переваливание Мы все писали письма домой Потому что я пела письма так редко Идут Ты редко мне пишешь Не правда Вот там я спрою сидит Это я все же исключительно писал А мне это шли ходить Это я писал редко И мы все редко писали Да потому что не до этого Письма Пистолярному жанру Вообще сказать Месяц туда, месяц обратно Да и не о чем писать Это нельзя А это все равно Так что Это песни Песни Некоторые были домой отправлены Некоторые нет Вот это письмо первое Потому что мы через армию отправляли наши письма Через тоже 860-й полк И они приходили когда-то И напись на нем Обратно Письмо поступило в поврежденном виде Ладно там Почта мешками открываешь А там вот грубо замазано Фломастером Какие-то слова Названия В поврежденном виде Скажи им как Передлюстрация идет Армейская Потому что дурачкам кажется Там особистам Младшим братьям По разуму Там вот Пауку Они же за этим Что вот Нельзя писать Ну ладно Борь с ним Пусть Мы особо не старались Пугать наших любимых А то вот У нас еще третий Только не приходил Кум Он такое письмо Послал Звуковое Звуковое С одним из наших Беременной жене Своей в Москву Что сам Тот привез Отвез Отвез Рассказал И сам же ее В роддом Отвез Засрочно Приехал Все правда Выложил Ну вот Поэтому Начал Собственно Писать У меня Получил письмо Ответ От жены У меня Дети были маленькие Они у меня 76 года рождения Они мне Жена пишет Что один Просит Ну патронов Кучу привезти А другой Земли Смотрит Какая там Земля В Украине Привезти Вот Так что Каюсь Я редко писал Да и всем Как бы Ну Чего писать Так вот Это называется Письмо первое Но это письмо Без указаний Без ничего Оно посвящается Всем Кто нас Любил и ждал Если могли Кажет нас Написать И послать Все было понятно И больше Письма Не потребовалось Называется Но это Мир без тебя Этот мир Без тебя Просто голые скалы От палящего солнца Не спрятаться В тень Здесь Душманские Буры Стерегут Перевалы И в тревожных Рассветах Рождается День Здесь Душманские Буры Стерегут Перевалы И в тревожных Рассветах Рождается День Этот мир Без тебя Перечеркнут Ракеты И погибшим Друзья Не закончился Счет Здесь Здесь Измерена Жизнь Пулеметной Лентой Караванной Тропою И чем-то Еще Здесь Измерена Жизнь Пулеметной Лентой Караванной Тропою И чем-то Еще Этот Мир без тебя После Рейдов Усталость Ненаписанных Писем Скупые Слова Здесь В сердцах Уживаются Ярость И жалость И по-прежнему В душах Надежда Жила Здесь В сердцах Уживаются Ярость И жалость И по-прежнему В душах Надежда Жила Этот Мир Из тебя И изменен И вечер Мир Нежданных Разлук И случайных Встреч Здесь Ремни Автоматов Врезаются В плечи И звучит Это Странная Странная Речь Здесь Ремни Автоматов Врезаются В плечи И звучит Иностранная Странная Речь Этот мир Без тебя Он Расколот Войною Эхо Выстрелов Скачет По склонам Крутым Этот мир Без тебя Все же Полон Тобой Становишься Ближе Далекая Ты Вернемся Опять Как все это было Как все это начиналось Жалобные песни Каскадера По путовой ситуации В какой он попал И о том Что То что он должен был Делать Чему так долго Учить Тут делать Невозможно Потому что Сплошь предатель И надо к этому Все привыкать И чтобы не попасться На ключах Всем этим Кребятишкам Вот такая песня Белья ностальгии Как он Юрий Позвал Ностальгии Каскадера Кому-то Кольячок И осетринка И пиво Запотевшего Бокала В речке Копча Водится Маринка Касляя рыбы В жизни Не едала В речке Копча Водится Маринка Касляя рыбы В жизни Не едала А где-то Касляя рыбы 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 Если вы Они едуль Если вас Deal Eyes Касляя рыба за наши головы но слава богу никто никого не поймал никто не герой не получил, ни 100 тысяч не получил и бросили мы это делали и стали заниматься тем, чем чему он видел которых я теперь уж не найду, когда пришел приказ, шифрог, бросить его, хватило шпионов а мы сообщили об одном, что вот один даже бандит готов был его продать он был на стране, у него бандит но пока решали вопрос там оттуда, 10 тысяч долларов просил как раз за то, чтобы сдать там это англичане, на просили с патрахами но пока решали, в Москве прямо 10 тысяч долларов хотя прям, представляете, какая цена на подкуп президента 10 тысяч, вот хватило вот так с головой там уже и никто не, пока он ушел из себя благополучно, погиб, не дождался наших денег и вместе с этим ушел ну, так какие-то артурки вообще бывают рутинная работа, конъюнктуры всякие пока до Москвы дойдет, потом репт почешут, решат, давайте 10 тысяч долларов это сейчас надо думать, как ты банку даешь, 10 миллиардов, там, долларов не где, за что надо думать, а стоит его выдавать, не вернет, свободов или украине там тоже, там уж сам Майдан, там уже, там, три миллиарда и все ну, не важно, а тут-то у нас за каждую копейку деньги, смотря на высший политический интерес сниму, я там вышел, ну, ладно, дальше поехали, значит и примерно дошли, 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 до знаменательной песни, замечательной я ее редко пел, потому что авторство слов не мое, а нашего друга ВВС но там все написано очень четко и правильно, она не была там для прослушивания массового как написано в Азии, она была в нашем житье-бытье, ну, как мы собирались, а куда попали мы вот, по-прайсу, автор слов, не знаю значит, «Бычий глаз» легендарный ресторанчик в городе Балашиха, назывался он, правда, не «Бычий глаз», а «Радуга», по-моему, да но, да, но с легкой руки, значит, тех косовцев еще раньше, потом, ну, и там «Алган-101» еще, ну, знаете, сидят, что это такое «Бычий глаз», то, и чего испанский называл его «Охо-де-Кторо», да в том Португале «Очо-де-Кторо», еще перевыкнутый «Бычий глаз» когда мне четвертый каскад вернулся из этого самого, часть-то рядом, наш секрет находится, и все в ресторан, отъехали от «Быгры», и в ресторан три месяца держал переходящий красный знамя «Роспищи Торга» и этот самый ресторан «Радуга» думали, рублей-то нету, зато чеков полно нам чеки успели, я, глядя, с вами начать поменять, и чеки официантка-бюсточка, вот, не надеюсь, где-то там, пятьдесят чек успел, щит, карман положил, там, все они в огромное крутили выкинули оттуда местных шпатов, которые, там, кто это такой еще, непонятные люди в джинсах, банях, в кожных пиджаках, сидят такие черные, как сейчас, вот, тут у нас ходят туркмены, убирают, вот такие же, к примеру, и с чеками переходящих, когда знают, «прибыль минут» до офигения, ну, неважно, в общем это, к тому, что это было, наш культурный центр «Рачак», там, с ученей, куда-то сейчас быстро, раз, сюда, кто-то вообще все затихали, а в камуфляже, это же вот, где эти формы спецназа, а там зимы, представляете, могу себе как-нибудь, там, распарит, гриш, светофор, летает, там все затихли, а все-таки под стол забили, я отмечался раз, это же, только такие, место и шпатаду анисовал в эти моменты, или покидал сразу, а потом через забор, там, и опять в счастье, и спим до отбора, до утра, до подъема, пиво надо попить, еще просто так, на лыжах по лесу, какого покопать, ну, неважно, значит, вот песня. Вспомним мы, товарищи, вычий глаз отдал, море из шампанского и тьма преместных дам, вспомнишь, как весной лето и удивили нас, надо вдрагить и таков приказ, наш каскад четвертый, парни на подбор, автомат потертили, гранат на набор, землю мы афганскую, отстаем в боях, зацветут цветочки на душевновских костях. Все собрались, уложили скромные пожитки, все, что было, прогутили, пропилились до нитки, да я не знаю, он тут же Майсибир там, бывает, с кумой и солью, ну, неважно, пропустим это, да? Ладно, научили нас всему, где же как подбразить, где ПМ Радбелла относить и ковгоры лазать, а еще что пить и есть, чтоб не заболеть, и где садиться в это верно, чтобы не сгореть, сделать так, чтобы душман ночью не проснулся, и советник ЦРУ к нам перементнулся, как работать с царандой, как кантачить с хат, и на целый год послали в город Файзабад. Горы справа, горы слева, слева, на вершине снег лежит, а в долине речки Ковча Файзабад стоит. Нет здесь памятника древних, новых не найдешь, но дуканов целый город, всех не обойдешь. Все торгуют, всем торгуют, мылом, шевелом, умеем, купишь все в любой валюте, Хочешь ночью, хочешь днем, то контор агент Гульдода, в ходе вся его родина, он хозяин Файзабада, а не ты, не я, ведь пропавший от гашиша, а в кармане аноша, но они ночью на дороге ставят мину и вернежа, улыбается зараза, издаля кричит, Салам, чуть стемнеет, на дорогу, гости строят дна, но пусть трясется толстый мерин, Женщин прячет гуще сада, не помогут, не деджище, а? Не уйти ему, пожалуй, от богущих рук каскада, не помогут ни деджище, ни племя, ни хада, Коль приложит кулачище парень из каскада. Кулачич его умеет на здоровье, поскольку он, там, кандидат на себя спал, в обуви борьбе и покоротенье. Об этом я его увлечу, очень полезный вопрос, я спалю эти маленькие короткие поступления, разводили его, разводили, не уважаемую жену Ольгу, по-моему, выплатить за поломку боевой техники всей части не получилось, она у него мудрая офицерская жена, он плачет за основника, но он перестакает, у Юрия Ивановича, значит, я не могу войти, у Юрия Ивановича и у Василия Васильевича день рождения в один день. И вот только вы там приехали или там в день рождения подарить-то нечего, но событие на следующее утро в основном там происходило, когда я что-то не дописал, конечно, ее, но суть-то вроде бы схватил. Значит, на следующий день после дня рождения двух наших доказательных. Отчего у нас Василий не на шутку занемог, бронен, бетон осилил, ну все осилил, трус, водка кончилась, и больше выдержать не смог. Не встает Капеду, только просит пить, Вся в Афгани нету, но нету еще к чем его лечить. Он вчера у БТРа отломил КПВТ, объясняя для примера, что такое карател. И вдруг соседние крыши, начали стрелять, а это просто вышел и рыбопогуля. И вдруг соседи не крыши, начали стрелять и это просто вышел и робогуля. И мне ребята говорили, Вася, ты рифмоплёцкий кашлёк, а средничный, про себя ты ничего не писал. Ты что, не помнишь, что ты там вытворил? Вот потому, что очень помню, не знал писать, не написал. Поэтому, ну что делать, за рубежом, у нас солдаты 20 лет дали от Родины, чёрно, это тысяча километров. Боевые пограничники у нас охраняли, у нас троих офицеров охраняют пограничники. И 20 лет им исполнялось в Афганистане. Мы, конечно, там по 50 грамм спирс находили, наливали все, кроме тех, кто дежурил, стоял в выступлении, на крыше сидел. Потом на нас агент, это особо отдела полагер написал донос, что мы там споём солдат своих 5-10. Вот, сука, агент оказался под лицом, редиск, короче, написал особисту. Особист стал предъявлять, и потом, ой, не буду уже рассказывать. Особист потом плакал и кричал, за что же вы меня стукачём назвали, то, что сделал капитан. Ну, не важно, значит, это... А мы, блядь, ты ведь стукаешь. Но потом помирились там, через некоторое время, на то же дело делали, в общем, всё. Так, дальше. Так, эта песня посвящена всем боевым водителям Афганистана, кто по этим изрытым минами дороги, карабкаясь на перевалы, в полощинах, крутил баранку КамАЗов, ввело 131-х БТРов и прочей военной технике, которая в Афганистане. На сегодняшний день осталось очень много склонных перевалов, там, и усыпанных машинами. Хотя американцы приказали, как только вошли в Афганистан, собрать всю технику. И огромный... Вот видите, у нас ребята в Кабуле. Огромный под Кабулом поле заставленные сожжённые танки, БТР-ные машины. Ну, а которые в речке кохчей валяются там, на колоннах. Их никто доставать, конечно, не стал, и никто просто тащить в Кабул сдавать. Разобрали всё, что можно, сняли, а уж тяжёлые корпуса никак, и они так бежат и бежат, проживевшие, но уже как-то лет. Значит, это водителям, всем водителям, всем, кто крутил баранку. Ну, на колоннах, выгодят, знают, что это такое. Когда горит на ревник, редко кому из солдат удается выбраться живым. А эта песня посвящена всем водителям в лице Сергея Гуднецова, который автор, исполнитель многих песен. Я его знаю очень хорошо, давно очень. Мы вместе были в группе Шурави, тогда один человек надо было сначала. Он был водителем в Афганистане, если кто увидит, то его в голубом берете или в чёрном. И когда он в воде не служил, наделал замечательно своё дело, крутя баранку. Переваромощиной, под колёсами минной, как затравленный дышит мотор, Раскалённые ветры и ползут километры между серых пылающих гор. Под колёсами камень, не шути с тормозами ты, всё же КамАЗ, а не ТАРК. Раньше в этой кабине ездил Пашка Вершинин, да не выпустил Пашку Саланг. Раньше в этой кабине ездил Пашка Вершинин, да не выпустил Пашку Саланг. Я настолько с тобою не носила войною, мой пропавший соляркой собрат. На восток, по востоку мы мотаем дорогу, на израненный пулями скат. На восток, по востоку мы мотаем дорогу, на израненный пулями скат. Мы в любых переделках, не дрожали в коленках, ценили отчаянный риск. Нет, ни бога, ни чёрта, только с Давида Орду промелькнувший пыли обелизм. Нет, ни бога, ни чёрта, только с Давида Орду промелькнувший пыли обелизм. Он за тем неповоротом непонятное что-то стягануло по скалам картечь. Но не выдай, родимый нам, ещё для любимой, надо жизнь и надежду сберечь. Нас цветами встречали, нас фугасами рвали, было дела, хлебнули чудес. Ковыляет бетонка, то гордес, то зелёнка, то зелёнка, то снова гордес. Ковыляет бетонка, то гордес, то зелёнка, то зелёнка, то снова гордес. Перевалы, лощины, то засады, то мины, словно загнанный дышит мотор. Раскалённые ветры и ползут километры среди авганских стреляющих гор. Раскалённые ветры и ползут километры среди авганских стреляющих гор. Как бы я ни писал, мне автоматом за это много песен про всех написано у меня. Но такую песню. Она передела, как я хотел, не хотел я. Потому что старую любимую песню, и мной, моего отца, она песню называет «Песенка фронтового шофера, ещё стоит большой Великой Отечественной войны». Но она настолько подходила к Афганистану, вот к этим колоннам. И водителям-то я её взял чуть-чуть переделал. Ни мелодии, ни мотивы, даже припев. Ну вот я её просто пою. Она и коротенькая, так что наполнение к той, что я спел, водителям. Через перевалы и долины, сквозь огонь снарядов и гранат, Мы вели колонны вдоль по горным склонам, От Кундуза и на Файзабатых путь дороги. Афганистана, не страшны нам засады душманов, Помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела. Помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела. Путь до Файзабата, между прочим. Был друзья нелёгок и нескорок, Жили тут два дня-три ночи, трудно было очень, Но водитель не глушил моторах путь дороги Афганистана. Сквозь огонь и засады душманов. А помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела. Может быть в союзе неким лицам. Наши песни будут невдомёк, но не позабудем, Если живы будем, мы афганских выжженных дорог. Это путь дороги Афганистана, Но не страшны нам засады душманов, Ведь помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела. А помирать нам рановато, есть у нас ещё дома дела. Не все во сколько там? Перерывы. Перерывы. Десять. Перерывы. Перекут. Да, перекут, да, действительно. Перекут, перекут. Нет, конечно, перекут. Сколько перекут? Сколько надо? Минут девадцать. Хорошо. Хорошо. Хорошо.